Ну, я бы не прошла чуть-чуть котов, но тем было удивительнее, потому что на самом деле мы своей собаке даём, своим кошкам даём. А здесь просто я приехала к человеку, который тоже интересно обратилась она к нам. У неё мама живёт в ближайшем Подмосковье, в хорошем таком посёлке. И она звонит и заказывает Винекс, заказывает Мегу, заказывает Пакс, заказывает Антиокс. Я как человек любопытный, представляете, звонит, сама называет, что ей надо, сама нас нашла. Я спрашиваю, скажите, а зачем вам именно такие нужны продукты? Она говорит, вы знаете, у меня мама, ну как вот ей 70 лет, понимаете, как бы она чай активный, а тут начинает здоровье сдавать, то давление подскочит, то там сахар, то ещё что-то. Ноги не слушаются. А тут она мне, я к ней регулярно приезжаю, и тут приезжая, она мне говорит, слушай, сходи к соседке. Ты вот знаешь, Марья Петровна, она уже у нас несколько лет как бы из дома не выходит, у неё там блок с ногами после инсульта, там себя практически не обслуживает. Тут она как бы зима, давление скачет, тут она вообще просто из гостей не вылазит. Знаешь, вообще такая активная, чуть ли не жениться, то есть чуть ли не замуж собирается выходить, вот моя ровесница. Ну, то есть, мама её объясняет. Я, говорит, к ней пошла, она спрашивала, может быть, вам, говорит, какое-то новое лекарство из-за границы привезли, посёлок-то хороший, люди обеспеченные. Может быть, вы какую-то операцию сделали, может быть, ещё что-то, ну, поделитесь опытом. Говорит, смотрю, правда, такая активная, такая прям весёлая. Она говорит, да нет, вот просто дочка привезла вот в ванночке, Ирина моя говорит, покажите. Я, говорит, месяц вот попила, такой результат, вообще фантастика, жизнь вернулась в тело моё. Я просто наслаждаюсь этой жизнью. И она ей, я, говорит, вот второй месяц уже начинаю пить, хочешь, я тебе пустые баночки отдам, а ты уж там сама смотри, как они называются. И она ей вот эти пустые флакончики, Винокс, Пакс, Антёкс, Мегу отдала. И та приехала в Москву, по интернету нас нашла. Вот такой удивительный результат. И я ей привезла вот эти вот баночки. Смотрю, она очень торопится, очень торопится, нервничает вместе с мужем. И я у неё, конечно, спрашиваю, вы куда-то торопитесь. Она говорит, ну да, у нас вот мы на приём к ветеринару, вот, а у них такой кот потрясающий. Десять лет, десять килограмм весит, весь такой шерстяной большой. Помните мультфильм там, где кот с вороной поменялся? Нет, кот с вороной поменялся местами, хозяйка ему надоела, он решил в гнезде жить. Да, помните такой? Мяу! Вот это, наверное, то же самое было. Вот, шикарный совершенно кот. Ну, у него в течение десяти лет наблюдается одна и та же проблема. Регулярно, где-то раз в два месяца, начинает активно чесать себя блюха. Значит, вычёсывает всю шерсть, всё это покрывает, воспаляется. Они везут его к доктору, десять дней делают уколы. Это стресс для всей семьи, у них детей нет, он вместо ребёнка. Вот, он на них обижается, они психуют, нервничают. Ну, короче, вся семья стоит десять дней на ушах. Ну, а я ей говорю, ну, Ирина, говорю, а вы знаете, у нас вот, ну, как бы, уже традиции применяемые в хороших клубах с обоколостой, кошки с вами даём. Она говорит, а как вы даёте? Я говорю, ну, я вот своими глазами видела, как коты трескают эти капсулы, причём это так хрустит и мегу. Да ещё не дай бог, вот мы были, когда в Нижнем Новгороде, у Срудаевых, тут тебе только себе капсулы. Знаете, как обычно, высыпал капсулы, положил на стол, отвернулся за стаканом воды, поворачиваешься, а капсулы нет. Кот всё, значит, это слянка, прям со стола. Вот, вот в нашей практике, как бы, вот сколько у нас всю жизнь кошки и собаки, нет. Вот у меня таких вот мудрых нет, мне приходится это всё в рот посыпать или там с едой смешивать. Я говорю, давайте попробуем, высыпем и посмотрим, может быть, он тоже будет их есть. Кот проявил огромный интерес к этим капсулам, при том, что он постоянно там меланхолично 24 часа в сутки лежать должен. Вот, попробовал тут же их лизать, но так как он весь шерстяной, всё это у него прилипло на брове, желатин начал растворяться. И он сел так и не поймёт, запах есть, а вот на блюдочке уже ничего нет. Причём это было так интересно, ему принесли совершенно потрясающий фарфоровый блюд, такую фарфоровую, такую вот мисочку. Вот, то есть там всё очень красиво и изысканно. Вот, ну она говорит, что будем делать, я говорю, ну давайте вот один держит, а второй вот открывает и засыпает эти капсулки. Я ей предложила всего 4 капсулки в сутки. Одну мегу, один антиокс, один бакс и один нутримакс. Ну то есть, чтобы захватить сразу все проблемки. И в течение дня всего 4 капсулы, на его 10 килограмм, всё-таки как ребёнок. Звоню на следующий день узнать вообще, удаётся ему в рот засыпать или нет. Она говорит, Лариса, вы знаете, это так здорово. Мы обычно уколы ему делаем, да, ещё лекарства, ну, даём параллельно. Это тоже стресс для всей семьи, потому что один держит, пеленает его в пелёнку, он вырывается, царапается, не хочет. Вот, а здесь он, говорит, первый раз как попробовал. И вот он, говорит, ляжет, рот раскроет. Мы его бросим свитом, ему это, говорит, так явно нравится. И, говорит, что удивительно. Вот, говорит, так нас спасит, потому что они торопились. Тут было 24, по-моему, декабря, им оставалось 3 дня, и они уезжали, улетали куда-то во Францию. И она говорит, вы знаете, это так здорово, вы нас спасли от похода к ветеринару, это всё-таки, ну, как бы, время, деньги. И потом вот эти вот уколы, надо было кого-то просить, чтобы мы делали. И, говорит, вы знаете, вот он сутки пьёт ваши капсулы, вчера пил в четвери, да, мы потрясены. Вы знаете, он такой гримиста, он теперь ходит, он всегда лежал, он ходит, он требует с ним играть, на коленке прыгает к нам. Мы, говорит, очень довольны даже этим. И звонили в 27-го, как раз поймала, они летели уже, ехали в аэропорт, и она мне говорит, только сейчас о вас с мужем говорили. Вот прям свечку вам ставить будем, благодарность. Вы знаете, говорит, третий день, вот пухом всё покрылось, вот всё, что было, вот просто вот, знаете, как голая коленка, живот. Вот и вот это вот воспаление такое было, знаете, с расчёсами. Всё вот это вот воспаление прошло, и уже, говорит, всё пушком покрылось. Мы, говорит, так довольны, так кот изменился, он такой, говорит, живой, весёлый, активный, и нет никакой аллергии, не надо было 10 лет, каждые 2 месяца делать, значит, 10 дней уколов. Представляете, какая красота. Мама, мама. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, наше доказательное обсуждение было, потому что, знаете, в зале наверняка сидят люди и думают, вот они выходят на эту сцену, значит, сейчас они тут спляшут, танцуют. И вот попробуйте меня убедить. Я ещё подумаю, пить или не пить ваши капсулы. Вы тут все психологи, все зомбируете, гимнозом занимаетесь. Я уже не знаю, как мы там на этого кота воздействовали. Он даже название капсул не знал. Вот. На наше мероприятие он не ходил, он просто представлял рот, просто ему это всё нравилось. Он просто пил и просто проблема решилась. Понимаете? И насколько сложнее быть человеком. Насколько сложно быть человеком. Там умищи раздут. Так это с его дороги. Он думает, он думает, пить и не пить. Опять обманули. Опять деньги с меня сняли, кинули. Понимаете? Поэтому вот сюда я приехала сегодня вечером, оставив дочь на подвестине бабушки. Не для того, чтобы спеть или станцевать. Не для того, чтобы особо упрямо убедить пить или не пить капсулы. Свой выбор я уже сделала. Но тема очень меня трогает. Очень трогает. Беременность, красота. Рождение наших детей. Рождение внуков. Кому? Кто? Кто? Кто будет нести гордо вашу фамилию дальше? Кто этот ребенок, который родится или не родится? Каким он будет? Слабым или сильным? Здоровым или больным? Каким он будет? Вы будете вместе с ним жить? Наблюдать, как он растет и наслаждаться этой жизнью? Или вы будете бояться лишний раз выйти из дома? Вы будете наперечет знать всех врачей? Каким этот ребенок будет? Или каким он сейчас уже есть? Вот что очень важно. Вы будете постоянно записываться, брать эти таунчики бесплатные, ждать эти очереди, чтобы ребенку показать начередное 101-е обследование и понять, в чем причина его проблемы? И почему вся семья стоит на ушах вместо того, чтобы ездить, отдыхать, путешествовать, ходить в гости, в рестораны, куда хотите? Вот она, вот она, вот она жизнь. Но такая разная, такая разная. Вы знаете, 20 лет, 20 лет назад я наблюдала, ну как бы, жизнь людей вокруг меня и была уверена вот в чем. Я была уверена, что бывают, ну, очень профессиональные инженеры, и так себе, не очень. Я думала, что есть экономисты хорошие, а есть, ну, не очень, не на своей работе сидят. Ну, без интереса, без огонька, да? Но всегда у меня был такой идеал, доктор в белом халате. Это человек, который просто высокий профессионал. Он, ну, просто он не может быть плохим. Вы знаете, и в 20 лет меня постигло разочарование. В каком плане? Я очень уважаю доктора. Вы знаете, я даже замуж не ушла за доктора. Из глубокого уважения. Именно он снял с меня вот эту вот иллюзию белого, значит, такой идеал, человек в белом халате. Вот, потому что знал все это изнутри. Так вот, 20 лет меня постигло какое разочарование. Я почему-то думала, что достаточно просто вот хорошо учиться, жить. Там, ну, выйдешь замуж, там, забеременеешь. Потом, значит, пойдешь к доктору. Ну, зачем нам, говорят, приходите раньше, там, к гинекологу, да? Он вот, ну, вот это тот человек, который как мать родная. Мать родная не гинеколог, что ей там наблюдать всегда, да? Есть человек, который учился долгие годы. И он тут будет как мать родная рядом, направляясь, вот, чтобы ты, значит, через 9 месяцев родила здорового ребеночка. Да, то есть, как бы, углубляться в какие-то процессы. Я, вот, понимаете, я думала, что это не моя ответственность. Вот, а, вот замуж ведь моя ответственность. А вот родители Лёдочка не моя ответственность. Ну, как бы я вот все, что могу, сделаю. А потом к доктору пойду. Вы знаете, меня постигло какое разочарование. Ну, во-первых, знаете как, я не знаю, может быть, кто-то и планирует, у детей, но я заметила такую особенность. Дети, вот, о беременности узнаешь вдруг. Вот дети имеют сентенцию вдруг появляться в самое, ну, в самое, какое-то неподходящее время. Да, там, институт не закончил, или там, работы еще толком нет. Ну, так вот, значит, когда я узнала о своей беременности, и знаете, как я узнала? Как миллионы девушек, 20 лет, набегу на лету, заканчиваю институт, у меня был страшный токсикоз. Вот, что такое, вот, для меня ассоциация была с беременностью. Страшный токсикоз. Это когда ты, я не знаю, из дома выйти боишься, ты везешь с тобой кучу пакетов. Ты готов выскочить, а ты едешь в час пик, и ты готов выскочить на ближайшей станции метро, ну, то есть вот из вагона бы успеть выскочить, чтобы в этой толпе, которая тебя зажала, вот, извините, не испортить им костюмчики. И вот ты, пока едешь на метро до работы, ты еще 10 раз успеешь выйти, отдышаться, может быть, очередной пакетик завязать, и снова, значит, по пути на работу. Я обсуждала, ну, закончится этот токсикоз, закончится. Хорошо, он закончился, у меня началась следующая проблема. Я почему об этом рассказываю? Вы знаете, все очень здорово познается на своем опыте. И сейчас миллионы рожают так, как я рожала 20 лет назад. Но 20 лет назад, это были 80-е годы, вы знаете, это было, ну, как бы, ну, это еще можно было себе позволить такой роскош, вот так вот рожать. Сейчас, при всем обилии информации, это уже стыдно. Так вот, потом началась следующая проблема. Раз в неделю ходишь ко врачу, и раз в неделю я проходила оттуда просто в истерике, со слезами на глазах, то есть рыдай, не то, что со слезами, рыдай, почему? Вес твой то в сева, то в правах. Ты постоянно отекаешь, говорил мне врач, то есть у тебя отечность, у тебя почки не работают, у тебя очень низкое давление, деточка, 60 на 40 с таким давлением не живут, не то, что на работу уходят. 60 на 40, я говорил, доктор, дайте мне на больничный, я просто думала, господи, куда-то сплюсь. Потому что работа в институте, это сложно, а нам не было, если бы у тебя было высокое давление, а вот с низким не даем, с низким не даем. Сейчас такая же ситуация, вы что думаете? 60 на 40, вы, кстати, это необыкновенно легко в теле. Идешь и ногу с собой не чуешь. Правда? Если бы не верили, я бы не знала, я думала, что это хорошее состояние, наоборот. Ну так вот, значит, и постоянно матка в тонусе, в тонусе, и доктор на меня, ааа, на сохранение тебя положим, аа, на сохранение. Я видела этих девочек, которые лежат на сохранении. Они лежать не могут, потому что у них все попы и сколоты. И запах больницы им уже отточертел. И, как правило, тогда, знаете, были, ну сейчас, наверное, они такие же, там, значит, палаты с абортами, как это, как в ЗАГСе, да? Налево свадьба, направо похороны. Вот так и в Рудове. Наслушаешься, раньше времени родишь. Я одержалась, как могла, правда. С рыданиями, сбегала. А тогда было очень сложно, не ходишь к этому врачу, все там больничными, да, тут теплее, да? Было очень сложно. Я очень, знаете, для меня 9 месяцев беременности, это была катастрофа. Я не жила, я не была рада ни одной секунды такой жизни. Понимаете, это было так плохо, это было так больно, это было так ужасно. Но я еще не знала, что впереди меня ждут, ну как, еще большие проблемы, да? Начиная с посещения Руддома, и когда у меня, когда я родила, я сказала себе, больше ни одного! Все, не могу, научилась, всего больше нет. Знаете, лет 10 ближайших я даже при слове Руддом, беременность, меня просто начинало полотить, так мне было худо. Ну так вот, но это еще не все. Значит, выписали меня, выписали меня из Руддома. Я приехала домой, думаю, господи, какое счастье, я дома, ребенок, то есть проблем уже нет, да? И бам, на третий день, там или на второй, у ребенка поднимается очень высокая температура, вызывая врача, она слушает хрипы и назначает уколы ребенку, антибиотикам, да? А знаете, у деток совсем маленькие там веночки, и колют мне всегда в попку, на ручке вообще-то ничего не находят веночки. Короче, это была трагедия. Я сама слабая, я сама в истерике, потому что это было 9 месяцев мучений, и я должна держать своего ребенка, и на моих глазах вот этими огромными иглами колют ему. где только могут найти эти веночки. Это было так плохо, и я в какой-то момент сказала себе, хватит, хватит. Я поняла, это моя ответственность, это мой ребенок, я должна что-то найти. Как-то бабушка моя родила семерых, без антибиотиков там, без, с папками-поведухами, без роддомов, да? Значит, надо что-то делать. И я начала перелопачивать ту скудную вообще литературу, начала там у мамы что-то выспрашивать, там у соседок. Знаете, то есть пошла прям вот такая собирательная информация, интернета не было, значит, кто во что гораст. Так, и с этого момента, если мой ребенок простужался, или еще что-то с ним случалось, я его выхаживала отварами, травами, примочками, капустными листами, медом, малиной, чем угодно. Я вот сейчас, я была в холодильнике. У меня было на каждый случай свой рецепт, но не таблетками. Я вдруг вспомнила, что я родилась тоже очень слабенькая, и 4 месяца меня не выписывали с мамой из роддом, то есть на тот момент, когда родила своего ребенка. И отец вот таким же профессиональным образом на 5 месяц просто написал расписку, забрал у нас с мамой и сказал, шаг, я буду лечить ее сам. И мама говорит, что лет до 8 на больничном всегда сидел со мной он, но ни одной таблетки он мне не давал, а вот со всякими отварами, примочками, ну, в общем, травами, всем чем угодно. То есть история повторяется. Но, понимаете, какая интересная ситуация. На врача положиться, к сожалению, я не смогла. Положилась и получила вот такую большую проблему. Значит, когда в 35 лет я узнала, что я опять беременна, тоже вдруг, тоже неожиданно, там, лет в 30 я сказала себе, какое счастье пронесло. Я же сказала, 10 лет не буду ни за что, а после 30 я так облегченно вздохнула и сказала, вот, видите, как все само разрешилось. Вот. В 35 я поняла, что беременна, и очень захотела составить этого ребенка. Одна из причин, вот один из мотивов, которым мой двигал, это мое блестящее состояние беременности. Вы знаете, если первую беременность в 21 я узнала, потому что у меня без конца, значит, вот, кидала от туалета, от унитаза к раковине, от раковине к унитазу, здесь совершенно было все потрясающе. Вот внутри, насколько все комфортно, настолько все хорошо, что я пошла вставать на учет, и то, в общем-то, я, что-то мне как бы больничный не нужен был, но я подумала, вдруг там какие-нибудь справки потребуют. Знаете, как-то я думала, вот придешь потом в роддом, и тебя туда не пустят. Меня напугали, что там есть какие-то грязные отделения для немосквичей, да, значит, без справки. Я пошла на шестом месяце беременности к гинекологу пришла. Она меня как увидела, как закричит, старородящая, первородящая, кошмар, кошмар. За друг к телефону схватилась, я ей говорю, доктор, миленький, вы что делаете? Она говорит, я скорую вызываю. Я говорю, ну подождите, где вы вообще были, где вас носило, почему вы только сейчас приперлись? Я говорю, ну зачем мне ваша очередь остыла? Я себя прекрасно чувствую. Она, нет, 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 вызываю. Я говорю, подождите, значит так, вы меня сначала взвесите, послушайте, посмотрите. Если есть какие-то причины, вот, ну, дамся на роль вашу. Ну так я ее подыграла. Она, значит, меня слушала, стучала, там, на весы сдавила, перепроверяла, кого-то еще вызвала. Потом так силой говорит, странно. Странно. Скорая с ней нужна. Она говорит, у вас вес хороший, вы неотечная, сердце шикарно прослушивается, давление, как у космонавта. Прецедента-то нет. И она говорит, а что вы делаете? А я ей говорю, бады пьем. Она говорит, это, добавки, что ли? Я говорю, добавки, что ли? Она говорит, американские? Я говорю, зачем американские-то пить, если мы русские? Я говорю, да вот же, миленькая, у вас вот тут вот справочник видай, я смотрю, стоит регистр лекарственных средств. Она говорит, и что, они там? Я говорю, там. Она, покажите мне. Я говорю, пожалуйста. Значит, открываем, я ей пальчиком показываю. Она говорит, господи. А вдруг я это ищу всю жизнь. Вы знаете, у нее первая фраза была. Она действительно удивительный доктор. Она, как это, жена военного в Казахстане, возглавляла роддом, там лет 20, наверное. А потом уехали они, кто-то они уехали за границу. Потом она затосковала, вернулась в Москву. Естественно, директора роддома она уже не станет, поэтому пошла работать простым вот гинекологом и акушером. Вот. Но удивительная, такая она прям вот открытая ко всему. И она говорит, а вдруг, боже мой, а вдруг это я искала? Это вот как раз то, что я искала всю жизнь. Ну, она по составу посмотрела, все натуральное. Она говорит, и вы это пьете? Я говорю, пью. И она говорит, ну, если вы ничего другого не делаете, только это, то это удивительный результат. И она мне говорит, ну, ладно, ну, давайте еще анализы зададим. Еще анализы зададим, значит. И вот на уколчики походите. Я говорю, ну, группа Виталина СБ, там, я говорю, так. Значит, это мы не будем делать. Вы же видите, я как бы это все в натуральной форме пью. Мне не нужны уколы ваши, я их боюсь. Она говорит, ну, ладно, анализы зададим. Значит, пошли на следующий день, эти жуткие очереди. Я к ней прихожу и говорю, значит, так. Если вам нужна моя кровь, идите и сдавайте ее. Я в этих очередях стоять не буду. Но это унижает мое чувство собственного достоинства, понимаете. Я, конечно, могу вплавную пойти, но раз я к вам пришла, почему я даже на очередях стоять? Она говорит, ну, пойдемте сейчас, мне так твои анализы нужны. Пойдемте, я без очереди проведу. Это она меня каким-то там черным ходом провела. Доктор взял у меня, значит, кровь. Потом у меня был жуткий синяк на всю руку. Значит, то есть я что-то неудачно взяла кровь. И когда там же анализы повторяют регулярно, значит, я пришла в очередной раз, и она говорит, ой, такие анализы классные вообще. Слушай, гемалабин такой чудесный, как будто ты не в Москве живешь. Давай мы через 10 дней еще сдадим. Я говорю, сдавайте свою. Ну, мочу я еще согласна. Кроме больше не пойду сдавать. Видите, говорю, как меня ранили. Ну, короче, свои были, конечно, ну, такие приколы хорошие. В каком плане? По крайней мере, мне было впервые приятно ходить ко врачу. И так интересно, обо мне узнала, значит, вся Верия. Это был бывший роддом. Значит, обо мне сразу все узнали, когда я к ней приходила. Приходила заведующая посмотреть на эту странную беременную. Приходили другие врачи. Я подозреваю, и они набирались опыта. Это, наверное, в местном таком значении. Вот. Что? Ну, то есть, понимаете, разница была только в чем. То есть, мы же люди здравомыслящие, да? Мне плюс 15 лет. Так, 14, да? Значит, возраст больше. Это трагедия Китая для врача. Но разница между 20-летней и 35-летней была только одна. Два года до этого я пила маленькие капсулки. Маленькие капсулки. Я актер.